Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией в Украине. Так, вот покажу карту, что происходит. Карта боевых действий. Осталось, говорю, все эти две точки. Красная Лопа, Невод, или Пцикара. Еще никак пока ВСУ не может выбить, эти освободить два небольших городка. И все тогда. Харьковская область будет полностью зачищена. И вот сейчас идет направление удара от Изюма. Вот, горят три красные точки, уже появились. Армия РФ, да, старается усилить свое, как сказать, наступательные действия в направлении Боровенкова, пока ничего не получается. Вот, до Боровенкова пока не дошли. Ну и вот, Лиман горит синим цветом, и Славянск. Тоже здесь много красных точек, тоже идет наступление с этого направления, Кременная, Рубежная. Пока до Лимана еще не дошли. Все горит синим цветом. Но основной удар, вот. Шойгу с Путиным планируют вот так отрезать эту территорию, и потом как бы объявить о победе, что уже эта территория под контролем РФ. И вот Арестович заявил конкретно по этой теме. Арестович прогнозировал, что именно Кремль попытается продать россиянам как победу. Вот. Советник главы Алексей Арестович прогнозирует, что Кремль попытается продать население России, как победу взятия Мариуполя и выход на границы Луганской области, а дальше пойдет на переговоры. Ну, как я вам говорил, вот, Мариуполь как бы все уже, да, красным цветом горит, ну и вот и здесь еще часть территории захватят, и пойдут на переговоры. Они ведут к тому, чтобы продать российскому обществу скромные результаты этой войны. Например, взятие Мариуполя и выход на границу Луганской области, и это продать как победу. Арестович отметил, что когда сегодня поздравляли министра обороны РФ Шойгу с днем рождения, была сказана такая фраза, что РФ якобы выполняет свои задачи по освобождению населения Донбасса, то есть они еще раз воспользовались случаем, чтобы обозначить цели. Это границы Луганской и Донецка. После этого, согласно прогнозу Арестовича, Кремль заявит россиянам, что Донбасс зачищен, и по поводу безобразного поведения Украины начались переговоры с Западом. То есть они попытаются провернуть ситуацию так, мы и Запад уговариваем Украину, считает Арестович. В общем, вот такая информация, да. Ну, понимаете, все застопорилось, продвижение застопорилось. У Путина каждый день где-то тратится 1 миллиард долларов, посчитали на войну, вот. Это из российского бюджета, нереальные деньги. Сейчас нефть, газ тоже перекрывают, уже Прибалтика перекрыла, практически уже газ, нефть не поступает, электричество уже все тоже отказывается. И теперь как бы уже доходы тают, а миллиарда долларов каждый день капает, надо что-то думать уже. Ну и вот, я думаю, да, какую-то часть территории может еще получится захватить, и все, и будут идти на переговоры. А потери огромные у армии РФ. Вот уже последняя информация, Генштаб ВСУ заявляет, 29 тысяч военных. Так, сейчас я зачитаю сводку. Да, убитых уже плюс 200 за вчерашний день, танков 1285 плюс 7 единиц, БТР, БМП плюс 25 единиц уже 3140, артиллерии почти 600 уже плюс 3 единицы, самолеты 204. А, сейчас покажу еще фотографии и там ролик, то есть статью, что сбили еще один самолет, вертолетов 170. Так, ну и вот, Россия бросила сейчас эти машины, терминаторы, как сказать, последний бой, чтобы на это направление, вот, чтобы как бы пробить оборону, уже появились терминаторы там. Россия имеет вооружение максимум 10 терминаторов. Эта техника вряд ли окарает существенное влияние на фронте, считают британские разведки. Россия перебросила в район Северодонецка единственную роту боевых машин, терминатор для поддержки танков. По данным британской разведки, присутствие терминаторов на Донбассе свидетельствует о том, что это атаки причастие центральной военной округа России, поскольку только он использует эти машины. Ранее именно эта группировка пыталась прорваться в Киев с восточного направления. Да, раньше в Киеве пытались прорваться, не получилось. Сейчас вот Северодонецк, Лисичанг, сюда брошены эти терминаторы, они так, пытаются там, как сказать, пробить оборону. Северодонецкое направление остается одним из непосредственных тактических приоритетов России. Однако, имея на вооружение максимум 10 терминаторов, они вряд ли окажут существенное влияние на компанию. В общем, вот такие новости. Вот терминаторы, видите, на фотографии, как они выглядят. Интересная такая, как танк, типа такой какой-то интересный, модификации какой-то новейший. Так, ну и вот, я говорил, сбили самолет в Луганской области, российский самолет Су-25. Летчик не успел катапультироваться. Вон он, догорает в поле. Вот последняя информация. В СУ сбили российский штурмовик Луганской области. Бойцы 80-й оборонной бригады применили комплекс «Стингер» для уничтожения Су-25. И вот они его уничтожили, вот он там горит. Вдали догорает остатки Су-25, сбитого бойцами третьей роты на Уганщин, час назад. По его данным, пилот самолета катапультироваться не успел. Герасченко добавил, что распоряжение Украины ракеты «Стингер» в пять раз больше, чем у России есть самолетов-вертолетов. Я сказал, американцы уже забросали ВСУ своим вооружением «Стингером», «Джавелинами». Сейчас только самолет залетает, сразу там в зону бояных действий, сразу сбивают. Так что похоронок для российских пилотов будет еще много. Мы будем их сбивать быстрее, чем русские смогут подготовить новые самолеты. Заверил советник главы МВД. Вот такие новости. Говорю, уже все. Россияне поняли, летчики, что там смерть ждет. Уже 204 самолета сбиты. Это как камикадзе, не вылетает каждый день, рискуя своей жизнью. Ну и вот еще сейчас такая интересная информация. ВСУ уничтожили миномет. Такой передвижной миномет есть. Противника, благодаря репортажу пропагандиста. Так, бойцы Нацгвардии Украины уничтожили российский миномет. 240 мм тюльпан, который обстреливал Северодонецк, как я вам говорил. Там сейчас под Северодонецком идут бои. Так, об этом сообщил глава Алганской области Сергей Гайдаев. Он также добавил, что удар удалось совершить благодаря видео российского пропагандиста, вероятно, Алексея Коца, а есть такое, да, на Ютубе, снявшего сюжет. 20 мая корреспондент опубликовал видео работы этого тюльпана, которые предназначены для уничтожения наиболее укрепленных сооружений по Северодонецку. И вот там он горит, вот там показанное видео, раз и попали, он сгорел. В СУ уничтожили позицию самоходного миномета противника, который в своем сюжете засветил пропагандист КОС. Представляете, он вел репортаж, говорил, вот мы стреляем, миномет стоит. Представляете, навел. И вычислили сразу, видно, там все, засекли, где он там вел репортаж. И минометчика эту машину уничтожили. Представляете, пропагандисты российские помогают уничтожать технику. Вон, ну, около дома стояла, видите, сгорела вся дотла. Так, американцы, вот я говорил, перебрасывают гаубицы, 155-мм гаубицы М777. Они загрузили самолеты, уже полетели вот в Украину. Вот они как выглядят. Вот их грузят, вот эти гаубицы такие. Вот, так что американцы, да, лизинка заключили сейчас с Украиной. Вот, грузят все, что могут в эти огромные эти транспортные самолеты. И вот, американец загружает, помогает. Такие новости. Ай, в Энергодаре подорвали дверь парадного, где проживает мэр-коллаборант Андрей Шевчик. Вон, посмотрите, он жил здесь, видите, то есть, ну, живет или жил уже почти. Ранили его там, его взорвали, видите, дверь вынесла. Он тут как раз вот проживал и пострадал коллаборант. Сейчас последняя информация. В Энергодаре при взрыве пострадал мэр-коллаборант. Вон он сидит в очках. Гауляйтер, по-немецки, да. Андрей Шевчик и охранники госпитализированы в больницу с травмой разной степени. Пострадали. Так, пострадавший местный коллаборант Андрей Шевчик. Шевчик, который стал мэром при российских оккупантах. Об этом сообщил глава Энергодара Дмитрий Орлов. По его данным, взрыв произошел в подъезде жилого дома. Имеем точное подтверждение. При взрыве получили ранения сам глава народной администрации Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмой разной степени тяжести. Степени тяжести. В общем, все. Коллаборант, он там не сладко. Так, где этот Энергодар оси на еду? Подождите, где он тут? Где-то... Не помню сейчас посмотреть тут на карте. Ладно. Энергодар. А, вот. Вот он, где Энергодар. Вот. В Запорожской области. Понятно. Он гавляйтером там уже стал. Начальником этой области. Ясно. Вот. Вот гавляйтеру двери все нахер вынесли. Мину подложили, видно. Да. И подловили, как раз, когда он выходил. Специально подловили, когда, видно, они будут выходить. Да. И что взрыв был не случайный. Это можно сделать очевидный вывод, что его ждали. Именно коллаборанты удар наносили точно и прицельно. Понимаете, им там не будет спокойной жизни. Ни в Херсоне, ни в Энергодаре их всех уничтожат. В Херсоне 70 человек. Вот таким образом эти партизаны, как называть, бойцы ВСУ уничтожили уже. Так что вот. Это смертник, можно сказать. Ну, последняя такая интересная информация. Песня есть на ютубе. Дядя Вова, мы с тобой. Вот. Дети поют песни Путина. Странные песни выпускников российской школы. И вот тут ролик я вам скину. Сейчас ссылку послушайте. Это как раз там про дядю Вову. Что дети поддерживают. Ну, это раньше песню пели, уже 4 года назад. Но она сейчас популярная стала. Потому что дядя Вова лидер уже. Все за ним. Все вперед. В бой за Путина. Выпускники начальных классов в школе Брянской области. Дети поют песню о том, что Россия хочет мира от Курильских островов до Балтийских берегов. И что Путин берет у США Аляску. Особенно примечательная фраза. Если главный командир позовет последний бой, дядя Вова, мы с тобой. Ну и вот тут дети поют. Дядя Вова, мы с тобой. Если командир нас позовет последний бой, мы пойдем за дядей Вовой. Так, и вот тут ролик такой. Я вам скину ссылку. Под названием «Дядя Вова, мы с тобой. Пародия». Степ на пропаганда. И как раз песня это. Последний бой. Вот комментарий зачитаю. Я не ослышалась. То есть пушечное мясо уже на готове. Говорю, это уже все. Пушечное мясо готово в бой. За дядю Володю Путина. За Димона. Этого самого. Медведева. За Тимченко. За миллиардеров. За Дерибаску. За Ротенберга. Ура! В бой все. Да. За миллиардеров умирать. Правильно, ребята. Нет, дети красиво спели. Ничего не говорю. Но песня такая, понимаете, что дети хотят умереть за миллиардеров. За этого диктатора Путина. В России вот такая пропаганда, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч.